Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира» в своей домашней студии Вадим Дзюба. В этом выпуске. Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов выступил с онлайн-лекцией на тему «Геополитика и антропология коронавируса. 42 последствия для человечества». В Словакии прошли торжества, посвященные 75-летию Великой Победы. Русские центры по всему миру продолжают вести деятельность в онлайн-режиме. А теперь более подробно об этих и других новостях. Накануне председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов выступил с онлайн-лекцией на экспертной площадке МГУ с темой «Геополитика и антропология коронавируса. 42 последствия для человечества». Подробности далее. В это непростое время Московский государственный университет запустил проект «Диалог о настоящем и будущем», собравший на одной площадке выдающихся учёных современности. Было проведено более 10 встреч, которые затронули самые актуальные проблемы. В том числе и ситуацию с пандемией коронавируса в мире. Он стал другим. Но насколько другим стал мир? На этот вопрос в своей часовой лекции ответил Вячеслав Никонов, декан факультета Госуправления МГУ, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления Фонда «Русский мир», доктор исторических наук. Он определил пандемию как чёрного лебедя в терминологии Насима Талиба и представил прогнозы, которые касаются тех линий конфликтов, которые усугубятся на международном уровне, в области контроля над вооружениями, производственных и торговых отраслях, в сфере идеологии, социальных отношений и стереотипов поведения. Пандемия, на мой взгляд, не сломала старый мир. Она даже не сломала повестку старого мира. Она выступила катализатором тех процессов, которые уже шли, ускорила их и сделала более явными. Это как землетрясение, которое разрушает те здания, которые уже должны были разрушиться, либо даже те здания, которые, казалось бы, выглядят прекрасно, у них замечательные фасады, но которые на самом деле весьма и весьма непрочны. Когда пандемия только началась, у всех был вопрос, как мы будем действовать, Как будет действовать человечество? Совместными усилиями, либо поодиночке? Ответ, на мой взгляд, совершенно очевидный. Все действовали поодиночке. Мировая система заявила себя как гораздо более фрагментированное, чем мы думаем, и национальные эгоизмы оказались сильнее, чем стремление к единому ответу на смертельный выбор для всего человечества. Последствия пандемии для международного права и экологии, метаморфозы Института государственности, структурные изменения в экономике и на рынке труда – все эти темы были исследованы в лекции Вячеслава Никонова. Будущее Всемирной организации здравоохранения под вопросом, так же, как будущее других подобных организаций. Экономика испытывает серьёзные потрясения, и сложное геополитическое положение даёт о себе знать. Притягательность американской модели померкла, но кризисные процессы происходят и в европейских странах. Шенген перестаёт существовать, границы закрыты и откроются нескоро. Вячеслав Никонов уверен, что 21 век – это век Азии. Подавляющее большинство мировой экономики в руках Китая и Индии. Азиатские страны более эффективно сработали и с принятыми мерами в борьбе против пандемии. Пандемии относительно ослабят Россию. Велика угроза сильной экономической рецессии. Уже очевидно, что эпоха дорогой нефти не вернётся. И многие рынки, куда поставлялись российские энергоносители, сырьё, уже в ближайшее время не восстановятся. Мы в развитии эпидемии пошли скорее по европейскому пути, чем по азиатскому, хотя и с некоторым запозданием. И это дало нам серьёзный запас времени. Но нам не избежать очень серьёзных экономических последствий. Я предвижу всплеск безработицы, причём в тех секторах, которые дают наиболее массовую занятость. Однако Вячеслав Никонов отметил и преимущество нашей страны перед другими. Это отсутствие бюджетного дефицита и проведение антикризисных мероприятий. Очевидно, что выход из кризиса потребует серьёзных мер правительственного вмешательства и государственных инвестиций, которые возможно осуществить. Также политолог сказал о необходимости объединить международные усилия, чтобы получить вакцину и лекарства, об укреплении государства и государственности, а также о быстрых изменениях в мире. Нам нужно догонять перемены и постоянно изменять себя, – заключил политик. 8 и 9 мая в Словакии прошли торжества, посвящённые 75-летию Великой Победы над фашизмом. Торжественная церемония состоялась 8 мая на военном кладбище Хай-Никова в Липтовске-Микулаше. Президент страны Зузанна Чапутова, премьер-министр Игорь Матович и председатель Национального совета Борис Калар возложили венки по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом. «Словакию освобождала Красная армия, и это всем должно быть ясно. Народ, не помнящий собственного прошлого, не может иметь будущего», – вычеркнул в своём выступлении спикер парламента Борис Калар. Несмотря на карантинное ограничение 9 мая перед мемориальным комплексом «Славин» в Братиславе, где похоронены 6 845 бойцов Красной армии, состоялась массовая народная акция. По традиции участники возложили цветы и венки к памятнику советскому солдату-освободителю. В церемонии приняли участие словацкие ветераны, молодёжь, члены исторического клуба, российские соотечественники, а также члены международного байкерского клуба «Ночные волки». В руках у них были флаги Словакии, Чехии, России и копия флага Победы. Соотечественники несли портреты своих отцов и дедов, участвовавших в войне. Сотрудники Русского центра Европейского фонда славянской письменности и культуры в Братиславе также приняли участие в церемонии. Кроме того, они стали участниками марафона «Песни Великой Победы» и прислали в адрес редакции телерадиокомпании «Русский мир» видеозапись известного словацкого ансамбля «Кондрачёвцы», которые исполнили песню «Конь» группы Любе на словацком языке. Русские центры по всему миру продолжают вести свою деятельность в онлайн-режиме. Чем живёт «Русский мир» в это непростое время – в нашем следующем сюжете. В Душанбе «Русский центр» и общество дружбы «Таджикистан-Россия» провели среди студентов мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы. В рамках этих торжеств прошли уроки мужества, конкурс «Чтецов мы о войне стихами говорим», викторины, студенческая конференция, таджикские поэты и писатели о Великой Отечественной войне и многое другое. «Помните! Песню свою отправляю в полёт, помните! А тех, кто уже никогда не споёт, помните!» «Детям своим расскажите о нем, чтоб запомнили! Детям детей расскажите о нем, чтобы тоже запомнили!» В Русском центре общества «Феникс» города Майнс в Германии прошла презентация книги «Дорогами войны». В неё вошли истории об участниках Великой Отечественной войны, рассказаны их потомками и родственниками. Издание будет выпущено на русском и немецком языках. Моя мама, Тамара Михайловна Панова, до замужества квитчастная, в 18 лет в декабре 1941 года была призвана на службу в Красную армию. Служила связисткой. За обеспечение бесперепойной связи была отмечена знаком «Отличный связист». Прошла боевой путь от Москвы до Берлина. Ветеран Великой Отечественной войны Тамара Михайловна Панова прожила последние годы в Майнсе, активно участвовала в работе Русского центра и проводила уроки мужества для подростков и юношества. Также учащиеся Русского центра в Майнсе открыли виртуальную выставку «Дети Земли за мир». Маленькие художники в условиях карантина подготовили свои рисунки к этой знаменательной дате. А сейчас давайте отправимся в Центр русского языка и культуры Казахского национального университета «Альфа-Раби», где прошло праздничное онлайн-мероприятие «Минувших лет живая память». В видеоконференции приняли участие представители нескольких русских центров Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Китая. Наши соотечественники читали стихотворения о войне, исполняли песни военных лет и говорили о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом. Русский центр в городе Старозагора запустил акцию «75 лет Великой Победы». В акции приняли участие не только жители Болгарии, но и других стран – Россия, Сербия, Греция, Турция, Ирландия, Египта. Список участников был разнообразен. В условиях самоизоляции по случаю праздника дети и взрослые прислали видео, в которых читали стихи и пели песни военных лет. Бьется в тесной печурке огонь На поленье смола, как слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза В видеосюжетах – истории о родственниках, которые в годы Великой Отечественной войны делали все возможное для приближения победы. Музыкальные поздравления людей всех возрастов и профессий военных, профессиональных музыкантов и просто любителей патриотической песни. Общество русской культуры греческого города Солоники и музыкально-фольклорный ансамбль «Русский самовар» поздравил наших соотечественников песней «Катюша» – символом победы. В создание этой музыкальной открытки приняло участие 75 человек. Также были продемонстрированы детские рисунки, стихи и видеопрезентации на тему войны. Кроме этого, Русский Центр организовал виртуальную выставку «Книги о Второй мировой войне» из фондов Русского Центра региональной библиотеки имени Захария Княжеского. С Днем Победы! Сотрудники Русского Центра города Нюрнберга провели уроки памяти онлайн. К 75-летию Великой Победы школьники и учителя почтили память своих героев. В Русском Центре города Нюрнберг продолжился марафон онлайн-уроков памяти и мужества, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На занятиях ребята узнали о тяжелых военных временах, судьбоносных битвах, о подвигах военных, о жизни в тылу, о городах-героях, о трудном детстве, которое выпало на годы войны, а также о параде Победы и акции «Бессмертный полк». Учителя, дети и родители рассказывали истории жизни своей семьи, показывали фотографии своих дедушек и бабушек, воевавших и погибших на фронтах войны, показали их письма и награды. Для этого им пришлось поднять свои семейные архивы, найти материалы в открытых источниках, позвонить другим родственникам, чтобы узнать новые подробности из жизни дедов и прадедов. И этот глубокий поиск внес в рассказы ребят необычайную эмоциональность. В каждой семье было, что вспомнить и о ком зажечь свечу памяти. На онлайн-уроке была объявлена минута молчания. И в руках всех ее участников горела свеча. Такой эмоциональный урок теперь навсегда останется в памяти этих ребят. Эти занятия помогли мальчишкам и девчонкам, живущим в новом столетии, во времена, далекие от Великой Отечественной войны, почувствовать эпоху трагических 40-х годов прошлого века, понять необходимость сохранения мира на всей земле, сохранения благодарной памяти о тех, кто победил фашизм и принес освобождение народам. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что несмотря на режим самоизоляции, вокруг вас происходит множество событий, в том числе онлайн. Вы сами можете создать летопись этого необычного периода жизни, например, сняв ролик о том, как проходит ваша жизнь в условиях карантина. Каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания. До свидания.